Появление целого штата придворных епископов и богословов, которые солидаризируются с путинским гопничеством и даже оправдывают преступления кремлевского режима, становится серьезным, фундаментальным вызовом как для христианской нравственности, так и для человеческой цивилизации в целом. Священник, пастора, подпевающий геноцид, помалкивающий геноцид и подпевающий, это фундаментальный вызов человеческой цивилизации, это не пустяк. Я бы сказал, что воскресные мудозвоны куда более опаснее вечерних мудозвонов, потому как именно из теологии, сатанинской теологии по своей сути, оправдывающей зло, растет такое явление, как пропагандисты, как политики убийцы, растет геноцид в Украине. Грубо говоря, из Гундяевска, Ряховска, Шевченко, Дериенковска, Прокопенковских, вот этого богословских ересей растут политики-мерзавцы, которые не слышат от церкви, от священников, не слышат правды, не слышат обличения, не видят противостояния. Из молчащей церкви или благословляющей зло растут злодеяния политиков. Вот на этой почве молчащей церкви или церкви подпевающей власти вырастает зло политическое, пропагандистское. Вот этот богословский помет, из него появляется соловьиный помет, и из него уже получается кровавый урожай частично мобилизованных штрафных батальонов ЧВК «Вагнер», Кувалд, Пригожина, насилие Бучи, Ерпеня или геноцид в Мариуполе. Это такая лесенка, и в основании которой лже-теология. Именно этот порядок, лже-теология придворных епископов, она убийца номер один. Пропагандисты и политики, они уже являются негодяями второго ряда, и уже дальше оккупанты, мародеры, насильники, убийцы, расшисты. Это уже третисортное явление. Руки вот этих очевидно по уши в крови, да, ну фактически, визуально, да, материально уже в крови. Но все это растет из теологии зла. Иными словами, да простится мне такая смелость формулировки, иными словами, даже Путин убийца второго сорта. А вот Дугин, Гундяев, залезшие в голову Путина со своими сатанинскими, псевдобогословскими, русским миром, русским дозайном. Вот эти убийцы первого сорта. Так что Ряховский с Рик Ренером, Шатровым, Питерским, Самарским, Прокопенко или Сакраменским, Шевченко. Вот эти со своим аморальным богословием, они являются фундаментальным вызовом для христианской нравственности. Так вот, те богословы, которые вместо исполнения своей прямой обязанности быть столпом и утверждением истины, подпевали. Или просто помалкивали, видя злодеяния кремлевских негодяев. Вот эти старые религиозные попугаи, виновники всех чудовищных преступлений. В куда большей степени, чем зэки с автоматами, которых под дулами автоматов заградотрядов гонят в мясорубку украинской артиллерии. Кросс на такове. Продолжение следует... Продолжение следует...